МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры новины Витебской области у студии Вольга Шмаргун. Вітаю вас! Выконание доручения у керовника краины на посаджении Витебского аволваканкама обмерковали повышение эффективности работы системы аховы здоровья. С того дня с народом участковые инспекторы милиции принимают веншование с юбилеем утворения подразделения. Витебский рубеж, военно-историчный патриотичный пошуковый клуб, появился у областных центров. Навучающих и инших, учимся сами. У ВДУ имя Машерова пройшла церемония уручения специального приза доцента Дистимус. Захавание спадчины и электоральные новации. Старшиня Палаты представников национального схода Беларуси Владимир Андрейченко принял удел у посаджения ушатского райва Конкама. Основное пытание – увековечение памяти загинувших при обороне Айчины. Обмерковали подрыхтовку до проведения электоральной кампании 2024 года. А кроме того, Владимир Андрейченко провел у Аушачах особистый прием громадян. По дровязности у Марии Декан. Тое, про что нельга забывать. На парадку дня посаджения ушатского райвы Конкама у вековечвании памяти загинувших оборонцов Айчины. Отповедную державную программу, различенную на 2021-2025 годы, регион выполняет с прикметным поспехом. Доброго парадка ванны 70% воинских пахаванню. Усяго на территории района их свыше 40. Работу по увековечению памяти ведут и у инших на прамках. Паширают музейные экспозиции, усталевывают мемориальные дожки, обновляют карту спаленных вёсок. Немаловажной задачей остаётся и установление имён погибших или провавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Поэтому работа и в данном направлении будет продолжаться. И если я сегодня озвучивал, что установлено уже 178 имён погибших либо пропавших без вести, то к концу года эта цифра будет достигнута до 250 человек. От пытанья у дзён минулых до потребования у будущего. На посядженне райвы канкама говорили и про один и день голосования, який у першыню пройдет в Беларуси. Як отзначу старшиня палаты представников Уладимир Андрейченко, электоральная кампания 2024 года – это своё особливая справоздача улады перед громадством и оценка деяностей кожного депутата. Важно, конечно, чтобы в единый день голосования мы проголосовали за лучших людей Республики Беларусь, чтобы граждане правильно определились со своим выбором, чтобы это были действительно патриоты Республики Беларусь, которые сделают всё для того, чтобы сохранить всё то, что сделано в стране за последние годы и придать импульс новому развитию и работе с избирателем. Дейность депутата унакирована у тым лику на выращение проблем насельництва. Як с этой задачей справляются на ушачине, старшиня палаты представникова оценил подчас приему грамадян. И он почался с приемного. Жихар Ковёске-Матырына выращила особисто подяковать Уладимиру Андрейченко за садейничание у асфальтованне участка автодороги. Вообще давно стоял вопрос. У нас расстояние от ушачи до деревни Матырина 10 километров. И там не было асфальтированной дороги. И это была огромная проблема. Ходили, просили. И вот с конца мая этого года получается уже у нас асфальтированная дорога. Мы радуемся, все жители. На прием до Владимира Андрейченко пришли асче пять человек, среди которых не только жихары ушача у ближайших вёсок аллей суседнего Полоцкого района. Люди звертались с разными пытаниями. От податка обкладания до электро- и газозабеспечения. Кожный отримал надею на оперативное и справедливое решение проблемы. Мария Декан Станислав Дудзин. Доступна, якосна, своечасовая реализацию мероприемства по повышении эффективности работы системы оховы здоровья Витебской области обмерковали подчас открытого посаджения АБЛВКНКАМА. Як выполняется распоряджение керавника державы, что сделано и над чем еще нужно работать? В регионе створена межведомственная рабочая группа, где работа по затверженным в мае плане. У им сотня мероприемств по ликвидации недохопов во установах оховы здоровья в области. Одно испытание – ускорочение чергов на эндопротезование. У Вересня у Витебской областной клиничной больницы открыли после ремонта другое травматологичное отделение с операцийной для проведения эндопротезования. Додатково пройшли на вычание пять специалистов-травматологов. Остается актуальна материально-техническая база. Это обновление парка. Сегодня парка как техники, так и парка медицинского оборудования, которое запланировано. Большая поставка будет идти как эндоскопическое оборудование. Проблемные вопросы, где у нас существуют очереди, это как магнитно-резонансная томография, это опять же эндоскопические исследования, УЗИ-диагностика. В ближайшее время аппараты поступят. Я думаю, что в первом полугодии следующего года они будут установлены, введены в эксплуатацию. Это тоже облегчит, безусловно, работу. И параллельно к этой аппаратуре идет, конечно же, подготовка в учебных заведениях специалистов, чтобы сразу, чтобы они не простаивали, а сразу же начинали работу. Иде масштабная модернизация и будущее нового хирургического корпуса Витебской областной клинической больницы. Реконструкция и ремонт инфекционной. В перспективе там з'явится магнитно-резонансный томограф. Протягивается работа по умоцованию материально-техничной базы, установок у выздоровья у ВЕСЦ, ФАПау и урачебных амбулаторий. Важный момент – забеспеченность кадрами. Утым лику пера подрыхтовка специалистов и повышение их квалификации. Актуальные финансовые пытания обмерковали на пазачарговой сессии Витебского областного совета депутатов. Размовой шла про поступление у региональный бюджет додатковых доходов. 6 миллионов 300 тысяч рублей на ремонт дорог выдатковал республиканский бюджет. Так само плануется, что по вынеку года уластные доходы областного бюджету повеличатся больше чем на 16 миллионов рублей. Это дает махчимость переразмерковать финансовые сродки на наибольш важные на прамке деянности. Додатковое финансование отрымая агропромысловый комплекс, комитет по праце, занятостей и социальной обороне, головное управление по адукации и охове здоровья, управление культуры, жилево-коммунальной господарки, а так само управление спорту и туризму Витебского Абл-Виканкама. Предлагается сегодня дополнительно увеличить исчезнование на сельское хозяйство для того, чтобы начать своевременную подготовку по ремонту техники к посевной компании следующего года. 500 тысяч рублей изыскана возможность направить на приобретение технических средств социальной реабилитации для уязвимых категорий населения. Кроме того, за счет перераспределения других видов расходов по областному бюджету существенная поддержка будет оказана районным бюджетом. В частности, передается более 4 миллионов рублей на капитальный ремонт жилищного фонда, на ремонт мостов. На сессии областного совета депутатов так само подвяли выники реализации хромадзянских инициатив на территории Витебской области. Такую махчимость регион отримал, дякаючи безвыплатной спонсорской допомозе от Банка развития Республики Беларусь. Банк реконструкции и развития выделил 100 тысяч белорусских рублей. Отобраны лучшие проекты. В реализации, в подготовке этих проектов и реализации принимали участие все районы Витебской области. Эти проекты значимы, инклюзивны. Летость, дякаючи спонсорской допомозе от Банка развития на территории Витебской области, реализовали 5 проектов хромадзянской инициативы. Гатастварение реабилитацийно-працовных майстернях для людей с инвалидностью, инклюзивных пляцовок для социальной адаптации дятей за сабливостями развития, а так само закладка плодово-ягодных садов. Стагодзе с народом. Участковых инспекторов милиции по уночного региона повеншавали с юбилеем утворения подразделения. Урачистая церемония отбылась во Управлении внутренних справ. Узногороды уручили 40 лепшим сотрудникам ведомства. Участковые инспекторы милиции ближай за усих до людей. Першими приходят на допомогу. Подкреслив начальник управления внутренних справ Витебского Абалаканкама Андрей Любимов. Жихары по уночного региона за усёды бачили ва участковым инспекторы того человека, до якого можно звернуться с просьбой, с каргой за юридичной консультацией, які за усёды побач на охове правопарадку. Са стагодзем ведомства участковых повеншавали представники областных уладов, колеги з інших службов, керовники сумежных организаций, ветераны подразделения. В милиции служу на протяжении 9 лет, а у участкового инспектора милиции 3 года. Эта служба очень важна, так как она является службой народа, я бы сказал. Ведь мы оказываемся на передовой всех происшествий. К нам приходят люди, обращаются за помощью. И мы стараемся одни из первых эту помощь оказать, помочь в трудных ситуациях. Современный участковый инспектор милиции на сегодняшний день, на мой взгляд, это не просто милиционер, это не просто юрист, это и психолог, и семейный психолог, разбирающий сложные семейно-бытовые конфликты и сложные бытовые ситуации. Это человек, которому идут на помощь в любое время дня и ночи, как мы говорим, 24 на 7. И, конечно, это не просто фундаментальная служба для органов внутренних дел, это ещё и подразделение, которое является кузнецей кадра для других служб. Урочистости с нагоды 100 годов творения подразделения участковых инспекторов милиции завершились святочным концертом. Заховать и оборонить память. Военно-гисторичный патриотичный пошуковый клуб «Витебский рубеж» з'явился у областных центров. Во урочистом открытии приняли удел кадеты и школьники, правооховники и педагоги, представники громадских организаций. Пошуковцам уручили посвящение членов клуба. У складе громадской организации военно-гисторичный патриотичный пошуковый клуб «Витебский рубеж» два десятки человек. Это люди разных профессий, которые присвящают свой вольный час пошуку загинувших бойцов и увековечению их памяти. Данная общественная организация будет являться третьей по Витебской области организацией, которая на законных основаниях и подписана Министерством юстиции и уставом будет заниматься поиском и увековечением бойцов и офицеров рабочей крестьянской Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Также параллельно мы будем заниматься людьми, которые погибли от геноцида и белорусского народа в военный и послевоенный период. На базе нашей школы создан также в прошлом году официально военно-патриотический поисковый отряд «Подвиг Клуба Волод», который уже два года подряд официально занимается поисками архивных материалов по погибшим людям. И также мы участвовали уже в трех международных вахтах памяти официально с 52-м отдельным специализированным батальоном Министерства обороны Республики Беларусь по подъему погибших бойцов в годы Великой Отечественной войны. В этом году, в апреле месяце, мы принимали участие в международной вахте памяти по гости на 43 за деревню Дрюково на безымянной высоте. Мы нашли 128 тел, которые позже были похоронены в деревне Вороны. Мне это интересно, потому что я хочу увековечить память, чтобы об этом, в принципе, знали все люди. В 2023-2024 учебном году в учреждениях образования области активно открываются военно-патриотические клубы и поисковые отряды. И работа, которая проводится совместно с руководителем по военно-патриотическому воспитанию, руководителей клубов, конечно, она принесет свои плоды в целях выработки системных подходов к ведению и поисковой работы, и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Миссия Пошуковца важная и годная. У Бешанковецким районе подчас раскопок знайшли медаль за боевые заслуги, які належать Миколаю Якимову. Удержанные сваяки-героя улетку приедуть на Витебщину отдать данину памяти подвигу протка. Энтузиастов-пошуковцев узнагародили медалями у память про народное ополчение и за заслуги по увековеченне памяти загинулших оборонцов Айчины. Удельники клуба «Витебский рубеж» представили выставу-презентацию своей дейности. Заслуженная узнагарода – Аршанский православный военно-патриотичный клуб ЮНЕСКО «Русичи» отзначены гоноровой грамотой Витебского областного совета депутатов. Все летом молодзевое громадское объединение святкует 35-годовый юбилей. За этот час я в школу пройшли больше за 3000 юнаков и девочек. Больше зих – с неполных семьях. Юные патриоты ведут пошук воинов, зниклых безвесток у гады Великой Ачинной войны. Удельничают у доброго парадкова непомников и мемориалов. Узнавляют святыни, займаются архивно-доследчайдейностью. Усе выхованцы клуба «Русичи» обовязково проходят початковую военную подрыхтовку и ведут здоровый ладжиття. Сначала у нас был стадион, это физическая подготовка, также полоса препятствий, нас многому учили, переползание также. Потом у нас был автомат, сборка, разборка, ТТХ автомата, также ПМ, пистолет Макарова тоже учили разбирать, собирать. Только в этом году наши двое поступили на факультет разведки, военную академию. В прошлом году трое поступили в академию МВД. Каждый год они поступают, но они когда к нам приходят, ко мне приходят, они еще не знают, что они станут офицерами. Это нужно их подвести к этому пониманию и помочь им и физически, и нравственно, и духовно. Как проходит время, они в основном все и говорят. Клуб «Русичи» стал нам второй семьей. Вот это самая лучшая оценка моего труда. За 35 годов у своей патриотичной деятельности выхованцы клуба «Русичи» вернулись небыця имены больше за 6 тысяч солдат и офицеров, которые в годы войны лечились сниклыми без весток. Урочисто перепаховали останки 1200 оборонцев Айчины, за что отримали подяки от свояков загинувших воинов. До 113 годы утворения высшей научной установы в Витебском Державном Университете имя Пятра Машерова отбылась церемония уручения специального приза «Доценда Дистимус», что у пероклада значить «Навучающий инших, вучимся сами». Его присуджают талиновитым студентам, выкладчикам и работникам ВНУ. Спецпремия университета затвержена больше, чем у 10 номинациях. За уклад у развития университета «Керауник года», факультет «Партнер», «Талент года». Стать уладальником специального приза Вельми Гонорова. Учитывая, что в университете около 500 преподавателей, то, конечно, конкуренция очень большая. Для того, чтобы стать победителем в номинации, например, «Предподаватель года», наши сотрудники представляют и список своих публикаций, и список своих воспитательных проектов, и отзывы о молодежи, анкетирование наших студентов, В общем, это настоящий квест для наших педагогов. У нас факультет самый большой в университете. Мы являемся постоянными призерами-победителями различных конкурсов, как научной направленности, например, конкурс «Тоидей для Беларуси», республиканский конкурс инновационных проектов, так и конкурсов творческой направленности. На факультете есть свой вокальный коллектив, свой танцевальный коллектив, своя команда КВН, которые также внесли свой вклад и завоевали призовые места на различных конкурсах. Мы участвуем в номинации «Партнер года». Тесно Следственный комитет сотрудничает с Витебским государственным университетом, в частности с юридическим факультетом. В этом году мы сделали большой рывок вперед. Набрана группа студентов, так называемых целевиков, которые будут обучаться в целях дальнейшего прохождения службы в рядах Следственного комитета. Поэтому это сотрудничество взаимовыгодное. Талиновиты студенты и выкладчики это гонор Витебского державного университета имя Машерова. Их праца повинна быть оценена. Специальный приз доценда «Дистимус» универсальный способ заохвотить до развития уластных талентов и на запашивание ведов. До других тем. Жахары Витебской в области перелечили махлярам больше за тысячу рублев. На пяре до дни новогодних святов грамадяне все частей отгукаются на привабные пропановы в интернете об набытии товаров по низких ценах. Только за один тыдень до правооховников звернулись 4 человеки, які стали охвярами махлярской схемы. Злоумышленники под предлогом продажи искусственных новогодних елей завладели денежными средствами жителей Лепеля, Витебска и Новополоцка. Так Лепельчанка перевела незнакомцу 180 белорусских рублей. Две Витебчанки 320 и 380 рублей. Новополочанки еле обошлась в 190 рублей. В результате ни ели, ни денег. Я нашла объявление о продаже искусственной ели. Я продолжила общение с продавцом. Мы договорились о том, что я ему переведу деньги на банковскую карту. В течение дня никаких уведомлений об отправке ели мне не пришло. Продавец мне не отвечал. Уведомление уже было удалено. Я поняла, что меня обманули и обратилась за помощью в РОВД. Правооховники закликают грамадян быть пильными и осторожными при набытии товара в праздинтернет. Не пераличивать гроши в якости передоплаты. Не доверять обязанням незнаемцам. На приконце выпуску про спорт. У суботу 25-го листопада пройдет опошний 34-й тур чемпионата Беларуси по футболу в первой лизе. Его главная интрига, какая из двух команд Могилевский Днепр, футбольный клуб Витебск, напрямую завоюет путевку в высшейшую лигу. Тут есть несколько вариантов. Если обо два клуба выиграют, сгуляют в ничию, проиграют свои поединки, Могилевчане трапят у элитный дивизион. У свою чергу команде областного центра потребно добиться перемоги над Пинской хвалей и спадзяваться на осечку конкурента. У иншим выпадку Витеблян чакает переходный матч с командой высшей лиги. На дадзіный момент это могут быть Солигорский Шахтер, энергетик БДУ и Белшина. Матч на поле Витебскага ЦСКА пачнеться у суботу у 14 годин. Каманде потребная подтрымка болельщиков. Першыми доведаться про важные и цикавые подеи життя Ргиона. Убачить, где сёння працуют наши корреспонденты. Паглядеть новины яшче до выхода у эфир. Усё это реально. Телеграм-канал Беларусь 4 Витебск. Подписывайтесь, как не пропустить самое цикавое. На этом наш выпуск завершен. Синоптики поведомляюць. Завтра по в области в облачное. Часом снег. На дорогах гололёдзица. Ветер ночью заходний, пауднево заходний, днём с переходом у полночного сходни 3,8 метров за секунду. Температура по ветру ночью минус 4, минус 9, днём 0, минус 4. У Витебску в облачное. Ночью часом снег. Днём невеликий снег. На дорогах гололёдзица. Ветер ночью заходний, пауднево заходний, днём с переходом у полночного сходни 3,8 метров за секунду. Температура по ветру ночью минус 5, минус 7, днём минус 2, минус 4. доставал. Тбр, curt Está Golem тif, тетят Субтитры подогнал «Симон»